Внимание! Программа «Сохраняйте чек» не направлена на рекламирование товаров и услуг. Участие рекламодателей исключено. Цель программы – повышение уровня покупательской и потребительской грамотности граждан. Здравствуйте! В эфире полезно-потребительская программа «Сохраняйте чек». Я Михаил Губернаторов, вас ждет в мире правильных покупок. Сегодня у нас вкусный выпуск. Сегодня я сохранил чек на по-настоящему удивительный продукт. Его знают во всем мире. Он настолько популярен, что ему ставят памятники, делают парфюмерию с его ароматом. И даже были случаи, когда его прописывали как лекарственное средство. Вот уж поистине незаменимый продукт. И нетрудно догадаться, о чем идет речь. Все правильно. Тема сегодняшней передачи – пицца. Мы начинаем. Первую пиццерию открыли в 1738 году в Италии. Эта страна до сих пор занимает лидирующее место по количеству пиццерий. В одном только Неаполе их более 800. Второе место по любви к итальянскому пирогу занимают Соединенные Штаты Америки. Далее идет Мексика, Аргентина, Австралия. Россия в этом списке далеко не лидер. У нас 12 место в рейтинге. Однако пицца с каждым годом все увереннее проталкивает себе путь к победе. Согласно статистике, каждый пятый россиянин за неделю обязательно съедает хотя бы один кусочек пиццы. Естественно, спрос рождает предложение. Ежегодно рынок растет на 25-30%. Или другими словами, с каждым годом пицца в России производят на одну тонну больше. В таком многообразии несложно наткнуться на некачественный товар. Как это не сделать, расскажем в нашей программе. А пока узнаем у самарцев, как они выбирают пиццу по душе. Синяя должна быть вариться, она должна быть вкусная. Тесто должно быть воздушное. Вкусное, круглое, чтобы вкусно пахло. Она должна быть большая, у нее должно быть много креветок. Я люблю с морепродуктами. И сыра много, и лук. Она должна быть тоненькая, прям нежная, чтобы таяла во рту. Но я думаю, у нее должно быть много ингредиентов. И все, оно побольше сыра. Для того, чтобы понять, какой товар самый хороший и как его правильно выбрать, возьмем три упаковки замороженной пиццы от трех разных производителей. Героями сегодняшней программы станут торговые марки Giuseppe, Cosa Nostra и Ressorante. В завершении программы узнаем, какая пицца насытит быстро и вкусно, а какая ставит лишь неприятные воспоминания. Согласно статистике, 40% любителей пиццы за любимым продуктом уверенно идут в магазин. Мотивация простая, так дешевле, и производители все-таки за свои продукты следят. Мало чего в ресторанах положат. Но уповать на добросовестность производителей наивно. Профессиональные пиццемейкеры уверены, все предрассудки насчет дешевизны и недоверия к пиццериям – результат конкуренции с обеих сторон. Покупатель должен сам понимать, что и где он приобретает. Красивая картинка вовсе не гарантия хорошего продукта, ведь под коробку можно спрятать все, что угодно. Чтобы пицца вас не огорчила, нужно знать несколько правил того, как выглядит качественный продукт. Взяли это золотисто-коричневый цвет. Тесто, бортик без вздутий, но с шероховатостями. И внутри теста должна быть прослойка воздушная. Это значит, что настоящее тесто – вкусное тесто. Маленький нюанс в виде прослойки на среде – на самом деле один из важнейших элементов. Тесто с прослойкой живое, то есть обогащено полезными элементами. Такая пицца и вкусная, и полезная. Если же внутренний срез похож на пластилин, то такое тесто, скорее всего. Заморозили под неправильным приготовлением. Специалисты научного толка в замороженной пицце видят бескрайнее поле для махинации. Дело в том, что ГОСТа на этот продукт никогда не было. Оттого у производителей полная свобода мысли, в каких пропорциях, что и из чего делать. Особенно, что касается начинки. Это, как правило, продукт скоропортящийся, срок годности у них не более 90 дней. Если эта цифра выше, ищите подвох. Перед покупкой обязательно изучите состав на предмет промышленных примесей. Если все эти компоненты не подвергались какому-то химическому воздействию, то есть в него не добавлялись так называемые мумифицирующие ингредиенты, то данная пицца может храниться не более трех месяцев. Если же производитель указывает срок годности более трех месяцев, то тут потребитель должен задуматься и решить для себя, что для него важна – цена или собственное здоровье. Еще один недочет, которым грешат отечественные не только производители – дефростация. Иными словами, разморозка продукта. Замороженная пицца – полуфабрикат, для которого очень важны температурные режимы. Если они были нарушены, и продукт размораживался и замораживался повторно, в итоге на столе вы увидите не вкусную пиццу, а жесткий корж с водянистой начинкой. Впрочем, дефростацию выявить совсем несложно. Внутри упаковки можно будет увидеть следы льда и снега. Если они присутствуют, значит, пицца подвергалась разморозке и последующей заморозке. Последний момент – внешний вид продукта. Пицца должна быть целостной, избегайте товара, который уже поделен на кусочки. При приготовлении он высохнет. Также следует отказаться от покупки надломанных экземпляров. Это грубое нарушение целостности упаковки. Механическое воздействие на корж, который по окончанию этого воздействия или по причине этого воздействия просто-напросто поломался. Пицца потеряла свой товарный вид, и, в принципе, покупать ее лучше не стоит. Настало время и наших участников проверить на качество, согласно советам специалистов. Ну что же, начнем наши глубоко субъективные тесты. Для начала вынем наших участников и изучим на предмет повторного замораживания. Для этого индивидуальную упаковку попытаемся отсоединить от продукта. Если она прилипла, такая пицца уже была разморожена ранее. Об этом также могут свидетельствовать важные пятны на коробке. Неизвестно, сколько времени она была в режиме ожидания. А повторная заморозка явно убила весь вкус. В этом испытании лучше всего себя показал второй конкурсант. Он зарабатывает бал. Теперь оценим внешний вид. Если пицца дают неестественным блеском, скорее всего, сыр, использованный в приготовлении, имеет низкое качество. В его составе не натуральные сливки, а вредное и опасное пальмовое масло. И также посмотрим на бортики. Они должны быть аккуратными, без кусочков сыра и начинки на них. Это испытание также выиграет второй конкурсант. Он зарабатывает бал. Первый и третий менее всего соответствовали заявленной норме. Перевернем пиццу и посмотрим на нижнюю поверхность. Если мы видим следы деформации, с таким продуктом обходились не очень аккуратно при транспортировке. Такая пицца развалится уже на этапе готовки. В этом испытании побеждает конкурсант под номером 2 и 3. А вот первый имел повреждение. Он ничего не зарабатывает. И последнее. Тесто. Если оно имеет слишком плотную структуру и по консистенции, как пластилин, его приготовили с нарушением технологии. На языке профессионалов такой продукт не живой, а значит от потребления следует отказаться. Здесь побеждает первый участник и третий. Они наиболее соответствовали норме. Пицца крайне универсальный продукт. Ее можно изготовить из чего угодно. Но есть один ингредиент, который никак не допускается. Это укроп. Если в США подадут пиццу с укропом, то это закончится судебным разбирательством. А в Италии кровавой местью. Так что будьте внимательны. Дело в том, что укроп убивает аромат и вкус соуса. Так что следите за нашими советами и читайте состав. Для последнего нашего теста мы отправимся в известную в Самаре тату-мастерскую. Здесь всегда много молодых людей, веселья и креатива. За усердной работой и муками творчества волей-неволей проголодаешься. Анастасия – администратор. В ее задачи входят планирование, распределение, записывание и масса прочих дел. В таком потоке не всегда можно уделить время полноценному обеду. И на помощь приходит замороженная пицца. Несколько минут и любимое угощение готово. Причем пицца не только рабочий, но домашний и праздничный вариант. Всегда-всегда это удобно и в офисе пообедать, и когда с друзьями собираемся, чтобы не думать о том, что приготовить всем хватило и все будет довольны. Ей на пробу предложим наших участников и попросим выбрать самого лучшего. Мало соуса, хорошая начинка, хорошее тесто. Ну, маловато соуса. Хорошая пицца, тесто не пересушенное, много соуса и вкусная начинка. И сыра достаточно много. Вкусное тесто, но очень мало начинки. И такое ощущение, словно, я ее сплошное тесто. Из трех представленных вариантов я бы выбрала вторую пиццу, потому что в ней оптимальное сочетание начинки, теста и соуса. С лодной таблицей представлены результаты всех испытаний. Наши участники достойно боролись, но в лидеры выбился лишь один. На этой неделе лучше оказалась замороженная пицца торговой марки Коза Ностра. Поздравляем победителя. Надеюсь, теперь вы точно знаете, почему так важно уметь выбирать качественный продукт и как это сделать. Главное, всегда сохраняйте чек, чтобы было что тестировать. Увидимся на следующей неделе. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!